всем привет настало время годного контента на ютубе а впрочем ничего нового и я покрасилась нет это парик если вдруг подумали что я покрасилась в это то нет не так хотя я уже думаю что так тоже в принципе было бы неплохо в этом видео я расскажу вам историю о том как я покрасилась и покажу вам конечный результат давайте для начала посмотрим реакцию моих друзей на моё настоящее окрашивание которое спрятано под этим париком видео состоит из двух частей поэтому если вы думаете что вы знаете какой у меня будет цвет волос то вы не знаете потому что я его нигде не полила еще а если вы думаете что вы все-таки знаете то значит вы смотрели мое прошлое видео с марморис но это всего лишь первая часть у меня аж маска слетела ты что серьезно сделала это это видео было создано не за один день вообще все что происходило это целый процесс поэтому я не хочу вас долго томить если вы еще в друг не подписаны на мой канал но смотрите это видео и вообще тоже не первое видео которое мне смотрите то обязательно подписывайтесь тык и включайте себе уведомление о публикациях чтобы в дальнейшем ничего не пропустить а мы начинаем ах да меня кстати лиса зовут сегодня на моем канале мы будем портить мне волосы там срач если что ладно давай сделаем мечты мне да там тоже я думаю закричала короче сегодня маша будет мне красить волосы она покрасит мне волосы в тот цвет о котором я не буду знать что ты придумаешь я вообще без понятия но я думаю что будет что-то очень в принципе ты мальчик запомнить и попрощаться ваши ставки господа в какой цвет будут покрашены мои волосы ваш поступки господа какой длины будут у меня после этого видео волосы ваше ставки господа что вообще мы с вами будем общеить или мы уже не будем ведь с вами ничего прост poly мы решили что напряж L 종 просто, типа, все. И поэтому мы сейчас красим, нет? А зачем ты почистала свой нос? А почему у тебя ботинки на заднем фоне? А что вообще здесь происходит? Маша, Маша, почему не в фокусе? Маша, ты не в фокусе, Маша. О. Йоу-йоу, это видеоблог. Лиса, привет. Я знаю, что ты монтируешь, и ты там, если что. И знаете что? Я захватила канал Лисы, и сегодня... В общем, сегодня мы с вами будем красить Лису. Какой цвет она не знает, но зато вам я скажу, и вы будете в курсе. Поскольку она там тащится по качану, вот это все... Конечно же, мы не будем красить ее в цвет качана, мы покрасим ее в цвет шо-то. Тодороки. Кто не понял, вот он. Вот еще больше картинок. Я надеюсь, на монтаже этот появится. В общем, не бойтесь экспериментировать, потому что я сейчас очень боюсь. Мы смешали с вами оксид и пудру. Немножко комочками, но зачем делать в качестве, но когда можно смешать. Так. Я думаю, вы поняли. Сейчас мы будем наносить это на Лису. Какой цвет ты будешь меня красить? Я не знаю пока. Ну, я вижу серо-сиреневый. О, Денин. Я передумала, ладно, я не хочу. Я тут не хочу. Мы продолжаем. Пока что мешаем. Я вообще не понимаю, что сейчас будет происходить и, главное, зачем. И я не понимаю, в каком момент мы до этого дошли. Дальше я была в Петербург, я снимала коллабу с моей подружкой Мармарис. И во время этой коллабы у нас вообще отъехала крыша, потому что мы очень долго делали кастом вещей. В один момент я сказала, Маша, давай ты меня покрасишь, пользуясь случаем. А она такая, что? А я такая, ну давай. И мы решили, что да, она покрасит мне волосы, но я не буду знать, что она будет делать с моими волосами. Я дала ей полную свободу действия. Дальше просто посмотрите на этот день. Двенадцать ночи мы решили покрасить мне волосы. Начальга! Что? Что? Нужно разделить будет волосы. Получается... Ты мне несколько дуо будешь делать? Нет. Нет. Нескли дуо окрашивание, которое было у Маши некоторое время назад. Була тина кругленько, кусь-куськи уже маленько, и потутся уныстся полный тянул. Довольно тяжело, когда кто-то постоянно назойливо мешает и жморкается. Була тина кругленько, кусь-куськи уже маленько, и потутся уныстся полный тянул грызь. Это перчатка? Зачем тебе перчатка? Вообще откуда она интересна? Она убитая. Ох уж этот крабик за 20 рублей. Я не знаю, как я буду жить дальше. Без крабика за 20. Без волос. В общем, ждем 10 минут, я оставлю таймер. Вот. Поставлю прямо при вас, чтобы никто ничего не это. Поставлю на 9. Лет-го, ждем. Таймер сработал. Но давайте объясним ситуацию. Стоп. Вот тут, короче, ничего не взялось, если что. Че, почему не взялось-то? Просто предложение побрить. Ну, как бы, блин. Мне расстроило-то, что ничего не взялось. Рядом с бритвой. Убери бритву. Убери. Ой, он шоколадный, вкусно пахнет. Очень вкусно пахнет, мне тоже нравится. Понюхайте тоже, ребят. Так Маша старалась, правда. Маша, правда, старалась. Она мне говорила, что сделает красиво. Она обещала сделать меня своим крашем. Я не понимаю ситуации вообще. Парень к унесению. Нормально все будет. Без волос, с волосами. И так красиво всегда. Вообще, без понятия, чего она пыталась сделать, но не изменилось абсолютно ничего. Ну, Маша, ты опять переоделась. Сколько раз ты переоденешься за это видео? Сколько можно вообще? В общем, не получилось ни хрена, поэтому меняется стратегия. Эта дороги вышла из чата. Просто закрасим вторую часть красным и не будем обеодриваться вам. Потому что, ну что, она, что ли, зажигает свою вторую часть? Что ли, она горит, что ли, ее вторая часть? Да нет. Вот такой цвет будет. Смотрите, вот сочетание. Будет вот розовый и красный. Прикол. Выдавливаем немного, потому что зачем тратить краску? Вот. Сочетание уловили, кстати. Сливается. Извините. Поехали. Так, смотрите. Так, ты закрой глаза вообще, не должна мне что-нибудь сказать. Сразу хочу сказать, это была моя инициатива. И даже если вам вдруг покажется, что я чем-то недовольна на Машу или типа того, ни в коем случае нет, 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 нет. Все хорошо, у меня к ней нет абсолютно никаких претензий. Даже если бы она сожгла мне волосы в ноль, я бы ей ничего не сказала, потому что мы заранее так говорили. Я ей сказала, делай реально, что хочешь, как хочешь, как умеешь, как знаешь. Потому что если что-то поет не так, типа, к тебе у меня претензий нет. В конце концов, это моя идея, так что, типа, все ок. Какой цвет. Насыщенный голубой. Ты как будто не хочешь голубой. Ты что, не видела краску голубой здесь? Видела, но она не взялась. Окей. Медленно, но верно, к своей цели. Мы покуемся. Ой, 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 ой. Ой. Это уже какая-то шутка злая. Все, держится. Ой. О, не отмывается. Соррой. Как бы никто не предвидел. Это бред же скотчем заклеивать, по факту. А зачем ты заклеиваешь? Ну, не знаю. Такие ситуации происходят. И еще на. Опустись. Это звучит странно. Посмотрите вот на этого. Посмотрите вот на этого подопытного. Я думаю, что всего, в принципе... Маша, ты хотела за меня что-то сделать? Вообще да, типа. Ну, давайте посмотрим, что за камшота получится у Маши. У камшота, да, получится именно он. Тебе нужно максимально аккуратно вспомнить, потому что иначе вот эта часть, короче, на вторую часть перейдет, и будет все грязно. Что скажешь? Просто извините, а вы живы? А вы живы или уже нет? А вы живы? Здравствуйте. А вот и плод твоего труда. Почему такую розовую? Нет, ну, кстати, прикол. Мне нравится. Это получилось, что было в уроке. Ну, кстати, красиво мне нравится. Ну, мне, кстати, тоже нравится. Очень красиво. Блин, мне кажется, кстати, вот, как это ни странно, получилось даже прикольно. Это выглядит очень долбануто, но долбануто прикольно. Да, я думаю, что-то высушить и по свете посмотреть нормально, вообще красиво будет. Когда я приехала в Москву, и меня здесь все увидели, все просто смотрели на меня так. Мне было понятно, что этот цвет волос, возможно, не так прекрасен, как казалось мне, потому что мне казалось, что все нормально, и я бы оставила так. Но потом я подумала, решила, что раз уж Маша хотела сделать мне окрашивание вот таким вот образом, то я должна соответствовать этому окрашиванию. Я должна добить его до идеала. Поэтому я пошла к мастеру, который красит тильку, в надежде на то, что этот мастер сможет исправить ситуацию. И это уже день номер два. Надеюсь, что у меня все будет хорошо. Я пришла, меня сейчас будут перекрашивать. Боже, я не знаю, что будет с этим волосами. Пожалуйста, пусть это будет хорошо. Пусть это будет хорошо. Если это будет очень хорошо, я покрашу всю голову. Что ты шла? Так не будет. Кингви я люблю. Кингви, ой. Американо я люблю, американо я люблю. Рассказывай, что это у тебя стоит. Короче, смотри. Вот с этой стороны у меня полностью обеспеченные волосы. У меня в салоне обеспечивали, я сейчас не знаю чем. Но они типа прям суперсветлые. Розовый это вообще японский шампунь. С этой стороны тот же самый розовый шампунь, на который положили бордовую краску. Но по какой-то причине она стала немного розовый. Ну, думаю, у нас все получится, да? Я очень надеюсь. Чем это? Боже, там красное. Я не верю в то, что я в своем уме красное окрашивание делаю. Даже на челке волос. Ой-ой-ой. Блин, я реально это делаю. Это жесть. Мои друзья, которые крашат шота, они после этого будут меня крашать? Вообще, в чем смысл? Что я делаю в своей жизни? У меня был титул, сколько пачанок вы моего крашу? Почему? Почему я делаю это? Почему я это делаю? Маша, Мармарис, Мармарис. Зачем? Зачем тебе это надо? Ромашки, веснушки там? Все, что происходит в одной сумке. Кто-то просто посмотрите на это. Смотри, чистится. Да. Ситуация чернослив и курага. Я не знаю, почему чернослив и почему курага. Аналогии, которые мы заслужили. Я иду смывать сейчас все, это, боже мой. Вот шикарно получилось. Это, понятно, еще не готово. Смотрю на себя в зеркало, и мне реально хочется сердце голову покрасить. Боже мой, что не так в этом мире? Еще я поняла, что я хочу челку. Пользуясь случаем, намекаю. Ну что, ребята? Время второй смывки. Сейчас будем снимать полотенцем, не стрём. Потому что вот сейчас тот цвет, который тут будет, тот уже и будет. Я не смотрю его, я не смотрю его, я не смотрю его. Нет. Мне нечего сказать, кроме слов. Мне мало развлечений, поэтому я решила, что мне еще нужна челка. Просто ничего не говорите, потому что я сама ничего не буду говорить. Зачем мне челка, ребят? Зачем мне челка? Зачем тебе челка? Я не знаю, зачем мне челка. Ну, пусть будет. Чем бы для тебя не тешилось. Ну, да, хорошо, что я не сама отрезаю. Я просто думала, что я тебе покрашусь, когда ты домой сама челку отрезаю. Жесть, не надо, пожалуйста. Я, короче, просто ору. Я просто ору. Я жду реакцию моих друзей и типа чего-нибудь говорить. Я просто не знаю. Вот такая вот, да, жизненькая челочка? Посмотри, длина хорошо тебе? Да. Есть, выглядит, мне кажется, очень круто. Цвета получились очень крутые. Сейчас я выйду на солнце, нормально вам покажу. Но это просто жесть. Ладно, Маша, ты сделал все правильно. Краш! Тебе нравится? Я в восторге, вообще. И я тоже в восторге. Я боялся, что не получится, но все получилось круто. И тебе оно потрясающе идет, честно. Не скромно, что у тебя всегда все круто получается. Кстати, это Тойли, и он всегда красит тельку. Так что, да, имейте в виду. Одна из моих подруг сказала, что она не хочет, короче говоря, чтобы ей фотку скидывала, сказала, что хочет снизить в реальности. Так что посмотрим сейчас на ее реакцию. Что она скажет? Это офигенно. Дай попробовать. Это очень круто. Мне, блин, очень нравится. Тебе, блин, супер идет. Еще вот этот ручок челочек. Дебильнейшая челка. Она, блин, прикольная. Я не похожа на гопника челкаря. Нет, ты не похожа на гопника челкаря. Не, мне больше красный вообще восхищает. Он какой-то такой, типа, необычный и небесячий. Ну, в общем, как-то так. Я... Да. Черт, это очень странно выглядит. Но, если честно, то мне нравится. А еще там есть челка, но она спрятана. Ее надо вытаскивать, ее надо укладывать. Меня, конечно, больше всего поразил вот этот вот оттенок. Я была уверена, что нифига не получится, но все очень даже получилось. Я не мыла волосы несколько дней, потому что я ссусь их мыть. Ну, типа, я боюсь, что я себе помою волосы, у меня все испортится, и я все испоганю. Сплит — это дело тяжелое. Пока.